Аудитории всегда не хватало. Всегда. Но вы не поверите, Мария Михайловна Силантьева, она директор института биотехнологии, биологии и биотехнологии, вот в корпусе на Ленина, в котором они сейчас занимаются, мы все подвалы и полуподвалы заняли под лабораторией, под учебной корпусом. Вы не поверите, на социалистическом проспекте, вот я в 73-м году поступил на юридический факультет Алтайского госуниверситета социалистический 66. И он и сейчас там юрфак находится, экономисты. А они могут каждый занимать, вот экономисты, юристы по такому зданию. Мы уже подвалы все, под спортивным залом, под столовой, это тоже уже сейчас аудитория, ну в подвалах заниматься современность, ну это же нельзя. Я когда учился, даже когда работал, видел, наблюдал всегда ситуацию, что можно найти свободной аудитории, например, вот я хорошо знаю так называемую свечку корпусно-молодежный, там это всегда можно было найти. Я как-то раз зашел в корпусно-социалистическом, где юристы и экономисты работают. Там в какой-то момент мы просто шли по коридору, это было где-то вот 3 или 4 часа дня, то есть это учебное время. Так там чуть ли не половина аудиторий были просто пустые, и там ничего не происходило. Сейчас то, что мы называем сквером, это очень трудно назвать сквером, потому что часть растений достаточно хаотично поселились на этой территории, это клёны, это поля, которые никто никогда не сажал, и они просто вот прилетели и заняли территорию. То есть они как бы изначально не входили вот в этот сам план озеленения этой территории. Если исходить из того, что мы там видим, то в основном, наверное, вызывают вопрос, вот у меня бы вызвали вопрос только липы, может быть, многоствольные, которые там растут, они растут кустовидные, потому что очень сильно уплотнена почва, и им там достаточно сложно расти. А всё остальное, что там есть, вязы мелколистные, они уже предельного возраста, их даже пытались омолаживать, обрезали, они выглядят, конечно, неэстетично. Мы думаем, что мы сделаем хороший проект озеленения, который позволит вокруг этого корпуса создать посадки. Причём, возможно, часть из них будет сделана прямо на асфальте. У нас есть такой опыт посадок на асфальте. Если у нас, посмотрите, зайдёте во внутренний двор университета, то там прямо на асфальте у нас высажены очень шикарные можжевельники в специальных вазонах особой конструкции и яблони посажены. Представители АГУ всё время уводят спор в сторону озеленения. А на самом деле жители Барнаула, которые не приветствуют эту идею со строительством, говорят, что речь идёт не только о озеленении. Речь идёт о том, что, в принципе, в этой части города недостаточно места для того, чтобы там построить огромную высотку. Насколько я понимаю, что будет 12 этажей. То есть просто недостаёт пространства. А они уводят это всё в сторону озеленения. Ну, я понимаю, это выгодно, мы посадим больше. Но дело здесь не только в деревьях. Хотя, конечно, эти деревья, они тоже ценные. И какой бы неухоженной ни была та часть, она действительно очень неухоженная, она всё равно хорошо смотрится вместе с тем сквером, который за краевой администрацией находится. И всё это образует единый зелёный комплекс. Я бы с осторожностью называл противников, нежелающих реализации этого проекта общественностью. Понимаете, ну, общественность представляют у нас некие оформленные организации и так далее. То есть мы с ними ведём диалог и дальше будем продолжать вести диалог для того, чтобы было понимание, насколько же важно для университета, для города, для Алтайского края строительство нового учебного лабораторного корпуса, куда будут ходить дети, внуки и последующие поколения. Или вот какие-то, может быть, там амбиции, может быть, конкуренции, может быть, ещё что-то, что мешает сделать правильный выбор. Сергей Валентинович Земляков, конечно, у нас крупная фигура в Алтайском крае. И, наверное, мы в сравнении с ним не выглядим так солидно. Но всё-таки это руководитель крупного образовательного учреждения. И вот таким образом высокомерно высказываться по отношению к жителям своего города, тем более, что мы так или иначе тоже представляем определённые мнения, определённые силы. И это неконструктивные позиции. Ведь любой конфликт лучше решать за столом переговоров, диалоги. Это бюрократический подход, он, опять же, ни к чему хорошему не приведёт, когда мы будем разговаривать только с теми, у кого есть справки. Ну, так, мне кажется, уже сейчас, в 21 веке, подходить к вопросу – это несовременно. Это земля, которая принадлежит университету на праве оперативного управления. Это федеральная земля. Федеральная земля. Это федеральная земля. А кому она в федерации? Ну, она принадлежит Российской Федерации. Она принадлежит Российской Федерации, передана Алтайскому государственному университету. И все наши корпуса находятся на федеральной земле. Далее, на этом участке уже планировалось строительство здания библиотеки Алтайского государственного университета. И даже был проект, в своё время подписанный Владимиром Николаевичем Бавариным, со всем подключением 7-этажное здание большой-большой библиотеки. Поэтому участок этот отсваивался, но тогда не было выделено ресурсов. И в настоящее время невозможно построить отдельный большой кампус, вынести все корпуса и общежития университета на какую-то другую территорию. Поэтому единственный рациональный, возможный способ – это построить красивое современное здание, которое украсит центр Барнаула. В связи с этим возникает определенный вопрос, который касается комплексного развития вообще каскада площадей, начиная от площади ветеранов, площади советов и заканчивая площадью Сахарова. Как себя эти площади чувствуют, что вокруг них происходит, какие формируются точки притяжения, какие объекты могли бы там появиться, а какие лучше там не размещать. То есть, по большому счету, рассматривая сейчас очередную попытку строительства, немножко в другом месте, мы все равно приходим к общему вопросу, а как площади надо развивать. И важно городу, наверное бы, и администрации, и вообще архитектурному сообществу включиться в работу, потому что только какими-то совместными усилиями можно, наверное, помочь найти подходящее место, поскольку без такого комплексного поиска и без градостроительного конкурса на развитие всей площади, нам бы хотя бы было интересно посмотреть, вот как на площади появится жилой комплекс, куда денется Рэдисон, вот этот новый корпус, который предлагают, все вместе посмотреть, вот когда они появятся, как это будет выглядеть. Мы сейчас не понимаем, нам периодически предлагают, тут, тут, тут какие-то объекты втыкаются, они хаотично появляются, исчезают, это носит какой-то случайный характер. И вот это, конечно, заботит. Вот, поэтому хотелось бы, наверное, все-таки обратиться и к администрации в каком-то смысле, что, наверное, пора заняться градостроительством на системном уровне, определить точки развития, обратить внимание на центральные наши площади и посмотреть, потому что места, очевидно, я думаю, есть. Продолжение следует...